Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, продолжаем разбирать фундаментальные события и смотреть за тем, как они отрабатываются в динамике тех финансовых инструментов, которыми мы спекулируем. Начнем по традиции сегодня с рынка черного золота. Бренд у нас котировки 62.39. Мы снова снижаемся. Это снижение произошло, скажем так, раньше, чем лично я предполагал. Я думаю, что участники рынка-покупатели смогут затащить котировки в район 65. Но вот пока что инициатива остается на стороне продавцов. И я допускаю, друзья, то, что распродажи обусловлены все теми же самыми факторами, что и раньше. Это опасения за перспективы замедления мирового экономического роста, что априори будет тащить за собой и более низкие показатели спроса на углеводороды. Вчера на рынке обсуждали комментарии Александра Новака, который возглавляет, скажем, является министром энергетики России. Этот комментарий медвежий, поскольку он, с одной стороны, предполагает то, что, по мнению Новака, цены на бренд могут оказаться в районе 30 долларов за баррель, если действие энергетического соглашения не будет продлено на второй полугодии 2019 года. И в то же время Новак допустил возможность того, что Россия, в принципе, рассматривает сценарий, при котором она не будет участвовать в сделке ОПЕК плюс и дальше. Не знаю, как воспринимать эти комментарии. Ну, наверное, нужно все-таки говорить о том, что очевидно, медвежьи взгляды, они лоббируются уже и на уровне высшего эшелона энергетической, скажем так, власти. И мы допускаем, что бренд в целом позиционно будет испытывать давление и дальше. Плюс ко всему, к локальным факторам, которые реально могут притопить позиции углеводородов, мы относим данные по запасам нефти в США, которые с этой задачей очень неплохо справлялись за последние три недели. И сейчас в эту среду, в принципе, ситуация может повториться, потому что так же, как и раньше, запасы росли тогда, когда с учетом сезонных факторов должны снижаться. Сейчас вероятность повторения подобной динамики также присутствует. Сегодня, друзья, ну, точнее, в переходе со вторника на среду у нас будет отчет от Американского института нефти. Я думаю, что мы традиционно его будем использовать как репетицию, как предварительные данные перед выходом отчета от Администрации энергетической информации. Допускаю, что в случае роста запасов, если они будут зафиксированы Американским институтом нефти, мы также вот благополучно сможем настраиваться на повторение похожих результатов и от Минэнерго США. В этом случае, друзья, котировки Brent будут претендовать снова на возвращение в район 60 долларов за баррель. Я опять же, друзья, сейчас не призываю вас открывать новые позиции. Если кто-то из вас ранее не вышел, когда все-таки Brent тестировал 60 долларов за баррель, у вас есть возможность сделать это уже в случае повторного теста данного рубежа. Доллар иена 108.60, сделку предлагаю селстоп с уровня 108.30, в частности, американская валюта будет проигрывать иене только потому, что обладает менее выраженными защитными свойствами, и в этой плоскости мы рассуждаем о геополитических рисках. Но, с другой стороны, может быть сейчас более актуальная тема, это разговоры о том, что Федрезерв начнет снижать процентные ставки довольно скоро, уже в сентябре. Статистика этому располагает. Мы разбирали с вами детально данные по промышленному производству, там исключительно удручающие результаты по разным оценкам, многолетний спад. И плюс ко всему еще пятничные данные по американскому рынку труда также далеки от, не то чтобы идеал, от хороших, более-менее нормальных значений. Зафиксировано было снижение и общего числа новых рабочих мест и темпов роста заработных плат. Поэтому десятилетки лишь чудом удержались выше 2%, но я думаю, что очень скоро они окажутся, возможно, даже ниже этого рубежа. Инверсия кривой доходности, рецессия, все это, друзья, то, что указывает на явные сдвиги в негативную сторону экономической конъюнктуры американской экономики. На этом фоне я не понимаю, почему американский фондовый рынок продолжает стремиться к прежним историческим максимумам. Сейчас S&P котируется на уровне 2895 пунктов. Я в коротких позициях уже, в принципе, давно и считаю, что оптимисты несколько перемудрили с тем, что позволили этому активу забраться так высоко. Это самый настоящий, друзья, пузырь. Ну, как можно говорить о росте фондовой секции, когда мы тут же видим и слабую статистику по промышленному производству, по активности в сфере услуг, по рынку труда, по инфляции. Мы говорим о снижении, опять же, десятилеток по доходности, о инверсии кривой доходности и грядущей, и, может быть, уже случившейся рецессии. Ну, наверное, разворот должен произойти. Уж не знаю, где это случится. Я, по крайней мере, сохраняю короткие позиции. Сегодня индекс цен производителей, базовое значение, это, наверное, самый объективный показатель. Тоже репетиция перед инфляцией. По прогнозам, индекс цен производителей снизится на целых 0,1%. И вот, пожалуйста, еще один шанс притопить позиции доллара. Фонд против американца 1,2680, в 11,30 ждем данные по рынку труда. Темпы роста зарплаты – это ключевой интерес, представляют для участников рынка, допускают, что показатель снизится и, соответственно, поставят на холд ожидания по росту процентных ставок на фоне сохраняющейся неопределенности по Brexit. Поэтому мы сейчас по фунту снижаемся, это хорошо. 1,2680, наша цель находится поближе к уровню 1,25. Австралиец против доллара 0,6956. Призываю вас, друзья, действовать агрессивнее, активнее продавать и новзеландцы, и австралийца, поскольку эти две валюты, в частности, две валютные пары, обречены на снижение из-за ожидания еще большего смягчения монетарной политики. Евро против доллара 1,1315. Мы ищем, опять же, уровни для продаж. В принципе, я эти уровни давно нашел, я говорил вам, и мы уже должны быть в коротких позициях. Доказательство того, что евро пойдет вниз, последний отчет по промышленному производству. У Германии в годовом выражении в пятницу данные зафиксировали снижение на 1,8%. Уж не знаю, что может быть и хуже. А Бундесбанк сразу после этого пересмотрел прогнозы экономического роста Германии. Друзья, только слушайтесь в эти цифры. На 1%, с 1,6% до 0,6%. При этом мы говорим еще даже о том, что первое полугодие не закончено. При таких трендах и дальше, кто знает, может быть, ВВП и вовсе окажется на отрицательной территории. Сегодня в 11.15 будет выступать, точнее не сегодня, а в среду, драги. Послушаем, хотя бы, может быть, в этот раз он сделает намек, акцент на программу ТЛТРО и, может быть, предоставит нам какие-то подробности, потому что они нам сейчас нужны. Очевидно, что экономику еврозоны нужно стимулировать. И самый лучший вариант этого – это долгосрочное банковское рефинансирование. Поэтому я сохраняю средний долгосрочный взгляд по евро, предполагающий продажу этого актива и надеюсь, что вы солидарны в этой позиции со мной. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.